Глава пятая. Сверхчувствительность и интуиция. Ваши новые способности. Искусство видеть невидимое. Дорогие, Крайн приветствует вас. Позвольте напомнить вам о том, как сильно вы любимы. Пожалуйста, не забывайте каждый раз, когда вы смотрите на себя в зеркало, говорить. Ты любим, дорогой. Ты любима, дорогая. Влюбитесь в себя, как мы влюблены в вас. Влюбитесь в ту прекрасную божественную сущность, цвет которой вы видите в своих глазах. Вы прекрасны и вы достойны. И не важно, что вы кажетесь себе несовершенными. Для Бога вы совершенны, поверьте. Смотрите сквозь свои несовершенства, и вы увидите красоту, равной которой нет в мире. Это красота внутри вас, и это красота Бога. Дорогие, вы привыкли критиковать себя и недооценивать себя. Но если бы вы знали, какими гигантскими шагами вы движетесь к совершенству, вы можете не замечать этого, а мы видим это. Мы видим, как вы меняетесь, как вы эволюционируете день ото дня. Мы видим, что у каждого из вас проявляются новые качества, о которых вы пока не подозреваете, но они уже есть, они уже готовы к использованию. Эти качества – повышенная интуитивность и особая чувствительность, которая дает вам доступ к информации, не распознаваемой вашими физическими органами чувств. Иными словами, вы можете видеть невидимое, слышать неслышимое и чувствовать неосязаемое. Что это значит? То, что вы получаете доступ к информации других измерений. Вы воспринимаете не только ваш трехмерный мир, но и то, что выходит за его пределы. Почему так происходит? Потому что вы сами становитесь многомерными, и у вас активируются новые многомерные органы чувств. Они не принадлежат физическому телу. Это особые нематериальные датчики, которые существуют в вашей энергоинформационной структуре. Они принадлежат вашему духу. Дух наделен способностями, которые еще недавно были недоступны человеку. Теперь же происходит воссоединение вашей духовной составляющей с вашей человеческой составляющей. Это единое целое. И вы все явственнее ощущаете это. Вот такой простой пример. К вам кто-то подходит сзади или просто стоит и смотрит на вас за вашей спиной. Вы не видите и не слышите его. Почему вы оборачиваетесь? Почему вы чувствуете присутствие за спиной? Почему вы чувствуете взгляд? Какие органы чувств и части вашего организма помогают вам в этом? Вы можете сказать, что это делает спиной и головной мозг, но это не совсем так. Мозг, как вы знаете, обрабатывает информацию от органов чувств, но сам органом чувств не является. Информация должна поступить в мозг откуда-то, и только после этого мозг дает команду «обернись». Откуда же поступает информация? От органов чувств вашего духа, потому что шестое, седьмое и другие чувства – это чувства духа, но не тела. Еще совсем недавно ваш мозг не умел улавливать и распознавать эти чувства. Теперь он научился это делать, потому что ваша биология и ваш дух постепенно становятся единым целым. Шестое чувство – сканирование пространства. Шестое чувство отвечает за сканирование пространства, но не только. Оно же отвечает за сканирование времени, потому что пространство и время на самом деле едины. Для вас это раздельные понятия. Есть пространство, объем, и есть время, линия. Так это воспринимается с точки зрения трехмерного мира. Но для духа пространство и время едины. Именно потому вы можете прийти в комнату и почувствовать, что здесь кто-то был, не осталось никаких материальных следов его пребывания, и все же что-то такое есть в атмосфере. И вы можете точно сказать, что здесь кто-то был, а может даже понять, кто именно был. Для вас он был здесь в прошлом, но вы воспринимаете его присутствие в настоящем, потому что его информационно-энергетические следы отпечатались в пространстве на временном континууме, для которого не существует прошлого. В этом измерении все происходит в настоящем, а вернее в вечном сейчас, потому что в мире духа не существует прошлого, настоящего и будущего. Шестое чувство, чувство пространства-времени, это и есть чувство, при помощи которого вы воспринимаете энергию. Есть люди, которые чувствуют энергию руками, есть люди, которые видят энергию. Вы удивитесь, но через несколько лет это станет массовым явлением. Ваша биология постепенно приспосабливается к тому, чтобы воспринимать чувство духа. Вы понимаете, как далеко вы шагнули? Еще совсем недавно большинство из вас не знало, кто вы есть, вы не знали, что каждый из вас является по сути ангелом, что вы божественный дух, действующий в человеческом облике. И вот уже сейчас вы становитесь единым с духом существами, в которых грань между физикой и духовной составляющей стирается, ваше тело становится духовным, вашему духу все легче проявлять себя через тело. И это будет продолжаться, это будет развиваться, это будет идти по нарастающей. Представьте себе, на земле просто не останется тайн, если каждый будет видеть, слышать, чувствовать энергию. Вас невозможно будет обмануть. Вы будете входить в комнату и знать, кто здесь был до вас и что он делал. Вы будете знать, что делает человек за сотни и даже тысячи километров от вас, потому что в пространстве времени духа нет расстояний, как и нет времени, все происходит здесь и сейчас. Если кто-то скажет вам, что он был в каком-то месте, где его на самом деле не было, вы моментально распознаете ложь. Вывод. Люди должны будут измениться, они должны будут понять, что лучше быть честными, потому что ложь будет разоблачена. Не расстраивайтесь, если у вас пока не проявляются эти способности. Они проявятся в уместное время и уместным для вас образом. Но на самом деле они у вас есть уже сейчас, и вы можете это заметить. А заметив, вы можете начать их использовать, и тогда новые способности активируются у вас очень быстро. Да, возможно вам потребуется два или три года, а может и пять лет, чтобы они в полной мере проявили себя. Но не спешите, пусть все идет своим чередом. Сейчас процессы активации шестого чувства идут у людей в массовом порядке, и большинство из вас развиваются в этом смысле примерно одинаковыми темпами. Есть те, кто уже сейчас владеет этими способностями, но их очень мало. Это первопроходцы, за которыми идут уже очень многие. Их время, ваше время, скоро придет. Будьте готовы к этому. Не удивляйтесь и не пугайтесь, а лучше заранее подготовьтесь. Настройтесь на сканирование пространства времени, и вы увидите, что у вас это получается. Седьмое чувство. Доступ к божественной информации. Седьмое чувство тоже проявляется сейчас у людей в массовом порядке, и это тоже естественный процесс. Так было задумано, так идет эволюция. Седьмое чувство – это контакт с божественными измерениями и получение информации оттуда. Когда включается это чувство, вы не столько ощущаете энергию, сколько получаете знания. Конечно, энергию вы тоже будете чувствовать. Некоторые из вас будут видеть, слышать и осизать даже такую тонкую высоковибрационную энергию. Но для этого уже потребуется особая чувствительность. Такими талантами смогут обладать не все. Но чтобы получать информацию из божественных измерений, не обязательно владеть этими талантами. Вы можете получать информацию в чистом виде, просто как знание без слов. И для этого, как вы уже знаете, надо подключиться, оставив в стороне страхи, сомнения и неверия. Когда вы подключаетесь, вы чувствуете покой. Вы чувствуете, что вас любят, вы чувствуете, что вам хорошо. Так воздействует божественная энергия. И этих ощущений достаточно, потому что они и означают, что вы в контакте с Богом. Вы можете, конечно, увидеть и потоки энергии, и даже ощутить прикосновения ангелов. Но знаете, что информация к вам поступит и без этого. Она поступит в любом случае, если вы подключились к божественному уровню. Если у вас это получилось хотя бы раз, вы уже знаете, какая информация поступает к вам от Бога. Эта информация поступает без слов, но вы можете почувствовать ее. Если вы попробуете расшифровать и перевести в слова то, что вы чувствуете на божественном уровне, то получится примерно следующее. «Быть духом, быть частью Бога — это блаженство, это наслаждение. Смерти нет, тьмы нет. Все есть любовь. Меня очень любят. Все хорошо, все правильно, все к лучшему. Моя жизнь наполнена высочайшим смыслом. Я един со всем миром. Я един со всем человечеством. Я не одинок. Жизнь прекрасна. Мир прекрасен». Это не аффирмации, дорогие. Бесполезно повторять эти слова, если вы на самом деле не чувствуете ничего подобного. Но когда вы присоединены к Богу, когда вы подключены к Нему и едины с Ним, вы почувствуете все это, и вам не нужны будут слова. Это та информация без слов, которую несет в себе божественная энергия. Но выйдя на божественные уровни, вы можете получить и другую информацию без слов. Вы можете получить ответы на свои вопросы, а можете получить ответы даже не задавая вопросы, потому что, будучи в контакте с Богом, вы находитесь в поле истины, которое касается всего на свете, и если вы настроены на какой-то аспект истины, вы подключитесь к этим вибрациям и получите ответ. Этот ответ тоже придет без слов. Например, вы хотите узнать, куда вам идти и что делать, и вы чувствуете, что в этот момент вам никуда не нужно идти. Вам нужно просто сидеть и впитывать в себя любовь Бога. И это такой самодостаточный момент, когда вам не нужно никуда спешить, когда вам нужно просто быть собой и наслаждаться. А потом вы выйдете из этого состояния, и настанет такой момент, когда вы просто встанете и поймете, нужно идти. И поймете, куда вам нужно идти, и зачем вам нужно туда идти. И это тоже будет знание, которое вы получили с божественного уровня, будучи в контакте с Богом. Просто это знание открылось вам именно в тот момент, когда оно вам понадобилось, не раньше и не позже. Не спрашивайте у Бога, что вам делать завтра. Для Бога нет завтра. Для Бога есть вечное сейчас. Поэтому не стоит переживать, если вы задали такой вопрос и не получили ответа. На самом деле вы получили ответ, но он откроется вам, когда завтра превратится в сегодня, когда наступит момент настоящего, момент сейчас. Бог действует и отвечает вам только в настоящем моменте. А еще может случиться так, что вы просто встанете и пойдете, даже не зная куда и зачем, или что-то сделаете, не зная зачем. А сделав это, вы получите такой результат, о котором не могли и мечтать. И вот тогда вы скажете, «Ах, вот зачем я это сделал, вот зачем я пришел сюда и открыл эту дверь». И это тоже будет ответ Бога вам. Ответ без слов. Ответ в действии, совершенном в нужное время и в нужном месте. Новый способ жить Вы понимаете, что такое сверхчувствительность и зачем она нужна? Это не только способность видеть, слышать, чувствовать энергию и информацию. Это не только активное использование шестого и седьмого чувства. Это новый способ жить, когда у вас есть внутренний водитель, без всяких слов дающий вам информацию, и ведущий вас именно туда, куда вам нужно, и именно теми путями, которые будут лучшими для вас. Этот внутренний водитель – вы сами. Это не какая-то внешняя сила. Это ваш дух, частица Бога внутри вас. Это ваше божественное Я, непосредственно получающее инструкции с божественного уровня. Эти инструкции очень часто проходят мимо сознания. Вы принимаете какие-то решения, вы что-то планируете, при этом вы не можете объяснить, почему вы решили или спланировали именно так. Вы просто действуете так, как подсказывает вам внутреннее чувство, и в итоге получаете такие дары, которые выше и больше всего того, что вы могли предположить. Вы можете сказать себе, «Надо же, как все удачно получилось. Я ведь мог не пойти на эту встречу или назначить ее на другое время. Я мог купить билет на другой поезд, я мог просто оказаться в другом месте, и удача прошла бы стороной. Кто мне подсказал, что надо делать именно так? Или это просто такое невероятное везение?» Дорогие, конечно же, это не просто везение. То, что происходит – результат вашего постоянного контакта с Богом, который внутри вас. Бог не шепчет вам инструкции на ухо, Он не говорит «делай так, а так не делай». Но вы действуете именно так, как нужно, И принимаете решения, именно такие, какие нужно. Да, это ваши собственные решения, И вы воспринимаете их как свои собственные, А не как навязанные какой-то внешней силой. Вы в этот момент были едины с Богом, А потому эти решения, конечно же, ваши собственные, И одновременно это решения, подсказанные Богом. Это то, что вы делаете в сотворчестве с Богом, а то, что вы делаете в сотворчестве с Богом, всегда обречено на успех. Когда мы говорим об интуиции, подразумевается именно это. Жизнь по интуиции — это и есть сотворчество с Богом. Потому что интуиция — это способность слышать, а вернее чувствовать подсказки Бога. Это способность жить в контакте с вашим божественным «Я». Интуиция — это способ получать точное знание. Интуиция — это свойство, которому вы долгое время не придавали серьезного значения. Вам казалось, что это какие-то смутные предчувствия и догадки, которые ничего не значат. Вы считали, что это такое любопытное женское свойство, над которым можно улыбнуться и не принимать всерьез. Но сейчас многие из вас чувствуют, что стали более интуитивными. И это не зависит от того, женщины вы или мужчины. Посмотрите на тех, кто успешно занимается бизнесом. Они интуитивны. Они точно знают, как действовать в любой ситуации. Они точно знают, какие решения принимать. Причем это знание далеко не всегда вытекает из логических рассуждений и анализа фактов. Никто не отрицает. Логические рассуждения и анализ фактов тоже необходимы. Но вы можете заметить, что самые правильные решения приходят тогда, когда вы не думаете ни о чем подобном. Вы можете тщательно проанализировать ситуацию, обдумать ее всесторонне. Но чтобы принять правильное решение, нужно хотя бы на время забыть об этом. Правильные решения приходят тогда, когда вы вообще о них не думаете, и они могут совершенно не вытекать из предыдущего хода рассуждений. Многие из вас уже испытали это на себе, и теперь вы можете понять, что интуиция – это вовсе не какие-то несерьезные женские штучки. И это вовсе не обязательно смутные предчувствия и непонятные намеки. Интуиция все чаще проявляет себя в виде точного знания, а не каких-то мимолетных догадок или едва заметных проблесков мысли. И это именно ваше точное знание, а вовсе не нашептанное какими-то внешними силами. Если вы думаете, что интуиция – это когда дух вам шепчет, а вы исполняете, то, возможно, вы разочаруетесь. Это не так. Говоря о том, что Бог дает вам инструкции, мы, конечно же, предполагаем, что вы не будете воспринимать это буквально. Не будет голоса с небес, который говорит вам, что делать. Инструкции, которые дает вам Бог – это ваше собственное знание, полученное вами от вашего внутреннего божественного источника. Поэтому вы воспринимаете их как свои собственные решения. Так и есть. Это ваше решение. Просто они отличаются от тех ваших решений, которые вы принимали, не будучи в контакте с Богом. Эти решения отличаются такой точностью, что это порой удивляет вас самих. «Как я это сделал?» – спрашиваете вы. Привыкайте, дорогие. Это пойдет по нарастающей. Вы все чаще будете принимать лучшие решения, даже не задумываясь, как вы это делаете. И для этого вам даже не надо делать ничего особенного, вам не нужно стараться развивать у себя какие-то особые способности. Эти способности у вас просто есть как нечто естественное и присущее вам от природы. Они будут проявляться все более явно. Для этого вам просто нужно быть в контакте с Богом. Нет правил, как это делать. Делайте это так, как удобно вам. Вы можете разговаривать с Богом или молиться или медитировать, а можете не делать ничего этого. Просто быть на связи каждый миг без слов, без каких-то особенных ухищрений. Быть на связи с Богом – это просто. Это ваша природа. Для этого не нужно ухищрения. Вам достаточно этого захотеть. Если кто-то назовет это волшебством – пусть. Но вы вступаете в такой период, когда это становится просто вашей каждодневной жизнью. Это ваше бытие, и оно прекрасно. Да будет так. С любовью, Крайен. Субтитры создавал DimaTorzok